Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, добрые-добрые ночи! У кого какое время, у кого какая страна? С вами я, ваша Вивьена, на канале Ведунья Вивьена. И здесь мы смотрим о нас, мы поднимаем в себе настроение, мы изменяем энергетику, мы идем вперед, вперед здесь, на этом канале. Здесь, на этом канале, есть сеанс регрессивного гипноза. Пожалуйста, если кому надо, заказывайте чистки, узнавайте, что будет с вами дальше. Это погружение в такое состояние информационное. Это не тот гипноз, когда вы идете, вам сказали, идти направо-налево. Нет, это просто информационное состояние, наподобие как между тем, как заснуть. Вот примерно такое. И можно войти и в ваше высшее я, и в хроники Акаши, и в дух и земли, куда угодно. И можно вычистить все и начать новую жизнь. Пожалуйста, здесь о нас. И сегодня у нас такой расклад. А я благодарю всех подписчиков за их подписки. Проверяйте подписки. Ютуб подписывает. Подписка должна быть серого цвета. И колокольчик такого темного цвета, темного. Подписывайтесь, кто не подписался. Я вас жду в Телеграм. Мы там общаемся, просто разговариваем. Я даю вам разные там ритуалы. Общаемся. О том, каждый чего, как думает. А сегодня у нас шок. Это действительно шок. Узнаем мы сегодня, сейчас, что или кто мешает в жизни. Вот кто или что мешает в вашей жизни. И мы сегодня отольем и возвратим вам фортуну. Это будет маленькая чистка. Конечно, это не индивидуально. Но запомните, кто посмотрит этот расклад, обязательно хоть что-то энергообменом в донаты. Если не можете, то обязательно поставьте пальчик вверх. Обязательно. Так, и давайте будем делать, совершать. Сначала мы будем смотреть. И вот у нас красная свеча и зеленые свечи. То, что на благосостояние, на фортуну, на удачу. Молитесь фортуне. Не можете купить статуэтку. Просто распечатайте, сделайте себе портрет фортуны. Утром давайте ей кофе, сладости, еще что-то. И говорите, что призываю тебя, фортуна. Благословляю тебя, фортуна. Вспомни обо мне, фортуна. Я такая-то, такая-то. Мы все дети твои. Подари изобилие из твоего неистекаемого рога изобилия. Да будет так. Помните об этом. Фортуна очень помогает. Часто нельзя, но приношение ей давать нужно. Тогда она будет вспоминать о вас. Ну и начнем. Так, это я пока отставлю, потому что сначала мы посмотрим. Так, мои контактные номера, вот вы видите на экране, в описании и в закрепленном комментарии. Ссылка на Телеграм тоже в описании. Нажимаете на название видео и выходит описание. Читайте, находите. Так, что или кто мешает вашей жизни? Давайте сначала посмотрим, что мешает вашей жизни и кто мешает вашей жизни. Так. Что мешает вашей жизни? Что мешает вашей жизни? В вашей жизни, знаете, что мечтает? Амбиции какие-то. Вы себя, может быть, преподносите выше, чем вы есть на самом деле. Так бывает, некоторые прям так о себе, прям королевы, прям короли. Это, с одной стороны, хорошо. Но это вот здесь мы смотрим, это будет вам мешать, потому что вы как в тумане. И этот туман не дает взлететь, не дает забраться на вершину и не дает достичь тех результатов, которые нужно. Нужно просто постепенно подниматься. Ну, давайте будем смотреть. Нет, хочу вот эти карты. Ой, тихо. Чуть не упали все тут карты у меня. Так, давайте вот тут смотреть. Что мешает, что? Подъем мешает. Может быть, чей-то подъем. Может быть, вы отдаете. Понимаете, мешает, например, вы влюбились в человек, я ему просто говорю, пример. И вы всю себя ему отдаете. Все, это вот ваш подъем мешает осуществлению ваших желаний, вашей жизни. Давайте посмотрим, что за подъем. Что мешает? Глупость мешает. Да, это и есть глупость. Нельзя отдавать себя всю. Я помните, в предыдущем видео говорила, вот такой вот умный эгоизм, расчетливый эгоизм. Не плохой эгоизм, а который для себя, нужно сначала для себя, а потом уже для других. Купите себе самых лучших конфет, съешьте их действительно где-то на улице, а потом идите домой, а домой купите карамельки. И все. И радуйтесь. И вы увидите результат. Вот знаете, увидите результат. Не для них все, а вам потом объедки. А сначала для себя, а им уже остаток. Потому что здесь именно меняют, что, ваша, можно сказать, недоразвитость, может быть, где-то глупость. Это не значит, что вы там дурочка с переулочкой. Нет. Просто непонимание этой жизни. Потому что всегда вы учили чему. Ты себя отдай. Ты ему тарелочки, ты ему хрюшечки, ты ему мандарюшечки. А он потом тебе как, по макушечке. Вот что мешает? Да. Мешает именно то, что у вас есть какие-то принципы в жизни, что женщина должна делать так. Она должна всех кормить. Всех должна кормить, обкармливать. И только потом она может сесть в кресло и отдыхать. Неправильно какие-то представления о жизни. Вот это мешает. Что мешает вашей жизни? Вот я говорю, вы именно светите всегда, светите везде. Вот вы светите, отдаете свою энергию. Они все у вас берут, а вам потом по макухе дают. Вот это вот мешает. Не надо. Сначала для себя, для любимой. А потом для всех остальных. Так, давайте посмотрим. А почему вот это так мешает? Откуда это взялось? Хм. Ну, это из вашей головы. Тут действительно идет из детства. И поэтому вот это вот. Вот это вот вы из детства вытащили. И вот она вас крутит, крутит, крутит на карусельке жизни. Потому что вы крутитесь и даже не замечаете радости. Потому что эта каруселька быстро, быстро, быстро. И даже не видно, что за каруселька. Какие деревья растут. Какие люди ходят. В чем одеты? Ничего не видите. Просто крутитесь, крутитесь, крутитесь. Вот это вот вам мешает. Полюбите себя, да. Мешает то, что вы хотели бы рискнуть, но боитесь. А вдруг волной прихлопнет. Вот это что мешает? А давайте посмотрим, кто мешает. А тут-то вот нефесто, фильм нефесто, само совершенство. Кто меня смотрит? Если женщины смотрят, то мешает именно то, что вам вдолбили когда-то в свою голову. Девочка должна играть куклами. Она должна завязывать бантики. Она должна одеваться так, чтобы понравиться мужчинам. И все прочее. То есть вот это вот мутатень. Вот это кто вам мешает? Вот мешает именно... Вот сейчас у многих, кто замужем, у кого есть мужчины. Вот эти мужчины мешают вам подниматься и реализоваться. Потому что тут еще идет такое, что еще две женщины. Мужчины стоят, которые ублажают этого мужчину. Ну, как-то они к этому мужчине относятся. Ну, как-то... Ну, как относятся, даже не знаю, не так сказал слово. То есть мужчина их знает. Эти женщины очень имеют большое влияние на него. И они вам мешают. Может быть, это его мама, сестра, бывшая жена, там, мама или кто-то еще. И сам мужчина. Даже если вы уже сейчас с этим мужчиной не состоите ни в чем. Отошли. А энергетика еще осталась. Сделайте, пожалуйста, ритуал. Не хотите заказывать, сделайте ритуал. Сделайте ритуал убрать все энергетические привязки. Такое видео найдите, пожалуйста. И посмотрите. Его смотреть надо несколько раз. Не забывайте, что мы сейчас будем делать еще ритуал. Возвращать вам удачу и фортуну. Кто мешает? Вот есть какие-то тетки. И у кого-то действительно магическое воздействие. Не просто магическое, а знаете, именно вот догмы, которые... Так вот нам Боженька сказал. Так вот это написано. Так вот, а кто это написал? И мешает. Вот он, мужчина, вышел. Король-любовник-то. Вот он мешает. Мужчина мешает. У кого-то брак мешает. И оно... У вас открыты все пути, чтобы вы шли вперед. А этот мужчина мешает. И не просто мужчин, а мужчина и окружающие его женщины. Может быть, он гулька. Или просто любит так женщин с ними, там переписывается. Ля-ля, му-ля-ля. Кто еще вам мешает? Вышла карта... Карта повешенная. То есть вы сами себе мешаете. Вот кто мешает? Вы сами себе мешаете, и вы закрываете свою удачу и везение. Говорите, может быть, неправильно о деньгах. Фразы, знаете, не в деньгах, тр-тр-тр-тр. Деньги – это очень... И все прочее. Что по судьбе написано, то и будет. Все, вы сами себя программируйте на то, чтобы все закрылось. Нужно себя программировать на результат. Поставили цель – результат. Кто еще мешает? Ну, вот тут мужчины мешают. Есть мужчина постарше, есть мужчина помладше. Тут мужчины мешают. Может быть, браки, может быть, отношения какие-то. Вот здесь мешают мужчины. И вы сами. А почему вы сами себе мешаете-то? Ну, потому что вы сопротивляетесь тому, поменять мировоззрение в вашей жизни. Потому что, видите, дорога-то вверх. А вы сопротивляетесь вместо того, чтобы один раз долбануться, и вперед. Что будет в жизни, если мы восстановим удачу? Сначала нужно будет переболеть. Ну, как, когда после чистки. А потом вы засияете всеми красками радости. И не только материнства. А именно императрица. Удивительный расклад. Сейчас будем это делать. Теперь будем восстанавливать удачу. Будем смотреть, что там мешает еще. Это мы по картам посмотрели. Карты – это не просто карты, это инструмент. Извиняюсь. Ну, и теперь начинаем. И теперь начинаем. Ноги, руки не скрещиваем. Не скрещиваем. Не скрещиваем. Очищаю. Все счищаю. Кто меня смотрит? Мои подписчики, Клиенты, Зрители. С них счищаю. Смрад очищаю. Ненужное все убираю. Порчи сглазы убираю. Догмы забираю. Счищаю. Счищаю убираю. Удачу призываю. Удача. Зеленой свечой гори. Удачу принеси. Деньги, материальные блага. Дай мне. Называйте свои имена. Мне принеси. Зову фортуну в дом. Зову фортуну в дом. Пусть жизнь наполнится счастьем. Пусть удача прибудет со мной. Имя сегодня, завтра и всегда. Зову, призываю. Неудачи разгоняю. Тучи руками угоняю. Все снимаю. Снимаю, убираю. Свеча горит. Порча уходи. Свеча гори. Порча уходи. Открывайся. С зелеными цветами покрывайся. Убирайся, убирайся. Зову фортуну. Призываю. К себе призываю. Имя называю. Зову, призываю. Зову, призываю. У кого-то действительно, видите, как горит. У кого-то. Действительно, очень большой негатив. Именно на деньги, на везение, на фортуну. Посмотрите, как. Вот видите, на мелкие деньги, как летят такие горошки. Это на деньги, на деньги. Горошины, деньги, монеты. Забираю, вызываю, счищаю. Уходи. Из-за единой. Уходи, видите, сколько черноты. Свеча зеленая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Счищаю, вычищаю. Имена свои называйте. Во имя Бога Творца. Забираем контракты. Убираем контракты. Забираем везение и удачу дорогу. Открываем везение и удачу себе. Открываю имена. Называем. Да будет так. Ух ты. Обожглась. Посмотрите, какая петля. Посмотрите, то, что горел. Ладно. Посмотрите, какая петля. Вот сюда поближе. Посмотрите. На вас удавка. Прям натуральная петля. Закрытие дорог. Зигзаг удачи. Закрыли зигзаг удачи. Смотрите, вот она змеюка, тёточка. И вот прям вот. Вот он мужчина, который... Вот его облик. Так, давайте вытащим. Чтобы вы посмотрели, мы ещё с той стороны посмотрим. Посмотрите, как легла вот эта свеча. Она могла бы по-другому упасть. Она именно как змея впилась в середину вашего мозга. Ну и давайте смотреть, кто тут у нас офигачился. Крокодильчики какие. Ну да, вот мужчина. Прям орангутанг. Кто что видит, говорите, пишите в комментариях обязательно. В комментариях обязательно написать, принимаю, благодарю и то, что вы видите. Я тут вижу, вот он мужчина орангутанг один. Вот две тётки. Вот они тут черепашьим ядом всё наполняют. Хотя черепахи не все ядовиты. Есть очень мало видов, которые ядовиты. И вот видите, какая петля. Я такого давно не видела. Чтоб так легло. Петля, прям кнут, понимаете. Кнут, петля, которая как удавка на вашей шее. Вот такая отливка. Дальше я доработаю. Вы, пожалуйста, донаты. Хоть сколько, я говорю, хоть рубль. Ну просто донат, чтобы был энергообмен. И кто посмотрел это видео, посмотрите это видео. Семь дней подряд. Вот семь дней подряд. И будет результат. Семь дней подряд и под дерево отнесите один раз. Под дерево отнесите монеты и конфеты. Один раз. А вот видео нужно посмотреть семь раз для достижения лучшего результата. Писать в комментариях. Принимаю, благодарю. И тот, кто чего видит. Тут очень интересная отливка. Я потом ещё посмотрю получше. Прям тут такие, прям индийские мотивы, кроме орангутанга. И тоже в комментариях, закреплённом, напишу, что я ещё тут увидела. Всем благ, радости. И на другом канале смотрите видео про нашего любимого. Чё у него там в голове и в сердце про нас-то? Пока-пока. Я всех жду в Телеграм. Мы там разговариваем, мы там беседуем, мы там дружим. Пока-пока. До новых встреч.